Приветствую вас. Вопрос довольно серьезный, поэтому давайте постараемся разобрать его предельно ясно, чтобы не осталось никаких недомовок и чтобы вам все было понятно. Значит, вы пишите, обнаружила у молодого человека страницу фейк в социальной сети, значит, он там стоит в группах отчасти, закрытия, администрации, ресурса за педофилию. Ну, интересно, что вы здесь привозите название групп, непонятно, правда, ВШМ, вот, и много подробного. Групп 20 и если не больше. Вопрос. Педофил ли он? Ну, вы знаете, если вы думаете, что мы можем ответить на этот вопрос только основываясь на вашей информации, то вы, к сожалению, не ошибаетесь. Потому что нельзя об этом, нельзя, так сказать. Да, конечно, все, например, напрашивается, все, как бы, говорит о том, что... Да, прям так и хочется сказать, что да, да, у вашего мужчины есть наклонность. Но я не стал, не стал бы обвинять человека, хотя бы потому, что у нас есть презумпция невиновности, и мне представляется, значит, мне представляется важным наличие этой самой презумпции невиновности. Потому что она, эта презумпция невиновности, важна, и мне бы хотелось, чтобы она была. Поэтому давайте мы человека сразу обвинять не будем. Может быть, у него есть какие-то наклонности, какие-то фантазии, фиксуальные, которые он пытается реализовать вот таким образом. Может быть, он застрял в отношениях со своими родителями, и эти отношения его со своими родителями, они не пускают его вперед, не дают ему этой возможности отдаваться, и он инстинктивно, подсознательно хочет вернуться в детство, вот, почувствовать ребенка, почувствовать ребенком себя, чтобы, там, обрести чувство зачищенности. Вариант с тем, что мужчина не удовлетворял в постели, да, может быть, может быть, такой вариант имеется. Так, значит, что влечение к детям – это нормально? М-м-м, нет. Это ненормально. Переживает ли хороший-хороший человек его в своих мечтах? Ну, вы знаете, как бы, мы все были детьми, и, как бы, у каждого из нас, наверное, ну, в школе, в классе была любимая, да, там, например, девочка, или любимый мальчик, то есть, вот, первая любовь, такая вот, дерзкая любовь, да, она, скорее всего, у каждого бога. И в этом, как бы, да, если в этом контексте, то он, действительно, каждый человек переживает. Но вырастая, вырастая в норме, человека не привлекает это, потому что он ведь созревает. Когда, когда происходит половое сопривание, когда человек взрослеет, его привлекает все-таки в норме взрослая женщина, развитая женщина. А дети не привлекают, не привлекают. Вот, например, если человек, грубо говоря, человеку, грубо говоря, двадцать, да, двадцать, один, двадцать два, он выбирает, там, забил шестнадцатилетнюю, например, девушку. Такое бывает. Можно назвать это педофилией? Ну, понимаете, в целой с точки зрения. Вот, если дети совсем маленькие, то есть, там, до десяти лет, лет, там, до одиннадцати лет, до двенадцати, до четырнадцати, до пятнадцати лет, до шестнадцати лет, то это, конечно, уже более, более серьезно. Но, я, например, знаю случаи, когда мужчина, вот, двадцать лет, двадцать один, двадцать два, встречается с шестнадцатилетней девушкой, и, собственно говоря, у них с ним отношения, его знают родители. То есть, знаете, нельзя говорить о том, что, вот, одновременно сразу педофил, нет. Ну, он просто понравился на ему, просто полюбил ее, да, так вот тоже бывает. Кроме того, сейчас очень много, очень большое количество подростков, которые не выглядят, не выглядят совершенно как подростки, они выглядят как уже взрослые, вот, это тоже играет свою роль. Вот так вот, видишь, женщина, да, девушка, ну, молодая, да, ну, лет с нас уснул, она говорит, а месяц-то четырнадцать, например, вот, а увлечение-то уже есть, увлечение-то уже есть. Поэтому вид зависит все-таки от возрастной категории больше, больше. Что касается того, что отец любит дочь и как ребенка, и как женщину, здесь, конечно, есть определенный нюанс, есть определенный нюанс. Дело в том, что, я так полагаю, что вы неправильно поняли коллегу, потому что отец, как и мать, не только любить должны своих детей, как женщину, как и как дочь, они, во-первых, должны сами себя вести себя с детьми и как родители, и как мужчина и женщина. Тем самым, формируя у ребенка такое же поведение, да, то есть, девочка, например, не только дочь своих родителей, но она еще и женщина. А как она может быть женщиной? Только если к ней относятся, как к женщине. Только если видят в ней женщину. Но видеть женщину в ребенке, это не значит любить его, как женщину. То есть, когда отец видит в своей дочери женщину и уважает ее как женщину, это прекрасно. Но любить ее как женщину он не может, потому что она ему дочь. Для него она дочь, а женщину он не видит. Как наставник, как родитель, как учитель, он видит в ней женщину, но не любит ее как женщину. Как женщину он любит в норме только свою жену. И все. Поэтому здесь я думаю, что вы не очень поняли мою коллегу. Вот, в этом, в этом, в этом, в этом вот вопросе. Ну, потому что, в оперативном случае, я думаю, что не возникло бы у вас таких вот недостей. Вот. В другой стороне, представьте себе, если отец любит свою дочь как женщину. Да? Он у нее развивает, по сути, комплекс электро. Да? И если он относится к ней как к женщине. То есть он, как бы, позволяет превалировать отношению как к женщине над отношением как к дочке. Он набирает у нее комплекс электро. Потому что она-то хочет, чтобы ее любили больше. И она хочет, чтобы ее любил отец. Вот. Вот это явно ошибка. Скорее всего, там был контекст именно такой. Просто вы не поняли, у вас защитная реакция. Защитная реакция сработала и вы их вот интерпретировали это вот так. Соглашаться? Не могу согласиться. Противная доработка. Ну, вы знаете, здесь я мог бы вас спросить, а почему противно доработку? Кстати, я сам, ну и любой нормальный человек, мы выступаем против педофилии, там, и так далее. Но, опять же, противно, да, противно. Вот есть гомосексуализм, да? И как будто от него противно. Это реакция. Это негативная реакция, значит, вас все это задевает. Если вас все это задевает, это ваша проблема. Потому что когда я виноват представителей всех меньшинств, мне непротивно. Но есть и есть. Они живут, живут, они меня не трогают, не трогают, они никому не вредят, нет. Все в порядке. То же самое из педофилии. Да, не вредят детям. Да, их нужно останавливать. Их нужно сажать в тюрьме. Детей нужно, как бы, ну, оберегаться, да, воспитывать, чтобы они не попадались таким людям. Но, противно это почему? Еще раз. Ваша реакция. Ваша реакция, она какая на это? И что там обусловлено? Далее. Значит, ну, как я понял, вы уже собрались рваться на общение. То есть, в любом случае, вы будете это делать. Вы, здравствуйте, говорит ли парню о том, что я вот узнал, да? Отвечу я вам так, что мужчина, он, в принципе, как бы, занимается противозаконным действием. То есть, это нарушение, это преступление. И, соответственно, если вы ему скажете о том, что знаете, вы его насторожите. То есть, он насторожится, значит, не будет больше сидеть в социальных сетях в этих группах. Ну, опять же, это значит, не будет. Какое-то время не будет. Раздаст еще одну страничку, там, и так далее. И, он затаится, и затаившись, он будет представлять куда больше опасностей. Например, он, за неимением вам возможности сидеть в соцсети, захочет реального контакта, например. Имея возможность сидеть в соцсети, он будет расслаблен. И вы, если будете за ним наблюдать, если будете за ним смотреть, сможете увидеть, когда, например, он добавит себе друзья, допустим, какого-нибудь ребенка. Да. И здесь вы можете на него пожаловаться и его заблокировать. А если вы его знаете, то можете и в милицию, в полицию, то есть, заявить, чтобы на него завели уголовное дело. Потому что это действительно уголовное дело. Вот так вам следует поступить. Но, опять же, это мое мнение. Вы-то сами выбираете, как вам поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.